Ну, о том, как противодействовать таким угрозам, говорим далее. С нами на связи Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ. Иван, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Иван, вот смотрите, мы всегда говорим о том, что Европейский Союз, страны Запада, Соединенные Штаты Америки, они осознают угрозу вот такую со стороны Российской Федерации. Как вы оцениваете действия на то, чтобы этим угрозам противодействовать? Видите ли, Россия использует полностью весь арсенал, который выработан цивилизацией, миром, как тот, который позволяет людям жить в мире, в добре и взаиморазвитии, взаимном развитии, взаимной поддержке. Вот как раз демократию она использует как слабость. Как каждый тоталитарный режим, она ищет для себя выгодные стороны в том, что демократические страны, например, исповедуют свободу слова, свободу для граждан в передвижении. Многие другие свободы, которые выписаны в Конституции практически каждого европейского государства. И, конечно же, как любой вредитель и преступник, они стараются вот эти все ценные вещи, включительно там с любовью, с порядочностью, честностью, и, как любой жулик, они стараются использовать в своих корыстных целях, обманув при этом всех остальных. И эта традиция, она с давних времен Советского Союза, поскольку там не было никаких других идеалов и идей, как идея мировой революции, помните, да, все остальное второстепенно. В то же время, когда цивилизация вырабатывала, что человек, его честь и достоинство, здоровье и жизнь являются высшей ценностью, то для этих ценностей является все, что угодно, вождь, идея, любые вымышленные вещи в интересах какой-то небольшой корпорации, или партии, или одного отдельного существа, но только не те ценности, которые позволяют человеку чувствовать себя человеком. И, конечно же, они постарались на протяжении очень длительного времени для того, чтобы все стильные, хорошие для живого организма вещи поставить себе на службу. И поэтому их агентура и в Организации Объединенных Наций, и в Средствах Массовой Информации, и в Политической Партии Европейского Союза, Европейских Государств. Поэтому они через российскую коррупцию, через Газпром, через отдельных агентов влияния, через шантаж и все остальные методы деятельности разведок и контрразведок постарались создать себе группы влияния в Международном Олимпийском Комитете, в ЮНЕСКО, в любых других организациях, в Красном Кресте, которые мы сейчас видим вынуждены, МАГАТЭ, сидеть на серьезных шпагатах и стараться находить для себя аргументы для того, чтобы не называть черное черное, а белым белым. Для того, чтобы играть, в том числе, на стороне российских интересов и искать какие-то оправдания для своей такой позиции. Конечно же, мы понимаем, что Европейский Союз цивилизации старается выработать и быть сильнее, чем эти тоталитарные желания. И, я думаю, однозначно найдет тем, что ограничит возможность для любой агентуры российской, пророссийской агентуры осуществлять свою деятельность. То есть, те граждане или те существа, которые будут работать в фонд России, агрессии российской оккупационной политики, они будут избавлены, лишены возможности использовать демократические платформы для того, чтобы свое тлетворное влияние проводить на страны Запада. К сожалению, этот процесс не насколько быстрый, как нам бы хотелось. К сожалению, мы видим, что время от времени как раз рога и копыта российской агентуры становятся видны. Но вместе с тем все эти подснежники, они вскрываются со временем. Мы видим, что Россия уже очень часто ориентируется на совершенно маргинальных существ. Конечно же, крайне правые партии в Европе. Мы видим, как практически во всех странах Европы крайне правые политические силы, они вдруг выступают союзниками России. И это вопрос задуматься как раз и для многих граждан, которые, возможно, неосмысленно, но поддерживая идеологию, готовы были войти в элементы структуры, которые оказались пророссийскими элементами структуры. То есть, я думаю, европейские граждане в том числе сейчас задумываются о том, каким образом очистить свой политикум от иностранного влияния вражеской России. Ну, Иван, давайте вот как раз об этом и поговорим, потому что очень важно ваше мнение по поводу того, как Европейский Союз готов отвечать на эти угрозы. Европа недостаточно готова к вмешательству таких врагов, как Россия. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, рост дезинформации и иностранного вмешательства в Европе ставят под угрозу основные принципы демократии. Глава Европейской комиссии обнародовала план по защите Европейского Союза от иностранного вмешательства. Он включает создание Европейского дезинформационного отдела, а также новые правила для борьбы с технологиями, такими как дипфейки. Страны Европейского Союза также готовят подразделения, которое будет сосредоточено на гибридных угрозах, включая диверсии и манипуляции информации. Пора вывести наши действия на новый уровень. Мы должны быть столь же амбициозными, насколько серьезна угроза. Если меня пересберут президентом, комиссия выдвинет Европейский демократический щит, как один из ключевых приоритетов следующей комиссии. Это будет амбициозный европейский проект, который сосредоточится на самых больших угрозах из-за иностранного вмешательства и манипуляций. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии на Копенгагенском демократическом саммите. Иван, а как бы вы оценили готовность Европейского Союза бить по зубам российской агрессии и российской агентуре? Если я сравниваю эту готовность по состоянию на два года назад, то она возросла кратно. Она кратно возросла, просто стремительным образом возрастает. Достаточно ли для того, чтобы нейтрализовать полностью российскую угрозу? Даже при ситуации в Украине, если сравнивать, мы понимаем, что европейцы все равно догоняющими темпами стараются каким-то образом анализировать действительность, происходящую в том числе в Украине по борьбе с российскими агентами влияния. Мы, конечно же, им говорим, что Россия здесь очень и очень постаралась. Мы, конечно же, понимаем, что нам не скрыть, что бывший президент Украины, бывшие министры, премьер-министры, главы Верховной Рады Украины, депутаты, десятками и сотнями оказались главы ведомства заданием, каких бы была защита национальной безопасности Украины, службы безопасности, службы внешней разведки, эти все существа поубегали в Россию, поскольку они оказались агентами России. Понятно, что все секреты, грош цена была всем секретом, которые Украина там накапливала за годы своей независимости. Понятно, что глубина российских щупальц и корней вот этой вот гидроагентурной, она в Украине очень глубока. Но и в западном мире она также пустила достаточно глубокие корни. Поэтому, если говорить о том, достаточно ли сделано, мы в Украине до сих пор отлавливаем этих агентов России, которые наводят на свой же город, на свою же улицу, практически на свой же дом наводят российские войска и зовут зло, убивая своих же соседей, детей этих соседей, рискуя и своей жизнью, и жизни своей семьи. То есть мы видим эти совершенно отвратительные проявления бесчеловечности в отдельно взятых существах. Понятно, что в Европейском Союзе это более лайтовый вариант, но вместе с тем их достаточно. Мы видим, как на любом голосовании, на любых принципиальных вопросах относительно поддержки Украины поднимают голову отдельные личности, отдельные граждане или даже целые фракции в политических партиях, которые стараются заблокировать поддержку. Далеко ходить не нужно. Целых два государства дошли к тому, что, используя демократию в этих странах, Россия насколько сумела в этих европейских государствах, опять же, через отсутствие критичности в средствах массовой информации, насколько смогла продавить свои нарративы, что и Венгрия, и Словакия на уровне государственных институций, как видим, готовы подтанцовывать, подпевать России и ее диктатору. Поэтому мы понимаем, что информация это очень серьезно. Мы понимаем, что наши партнеры по Европейскому Союзу и Филав Фондерляйм, как друг украины, другие наши партнеры, они это понимая, стараются ввести и найти механизмы, каким образом можно противостоять этой информации. Я вижу то, что эти механизмы срабатывают. Я вижу, что жестче работают против российской агентуры, вплоть до депортации сейчас в странах Европейского Союза. И, конечно, я надеюсь, что сумма этих влияний, сумма этих заходов, как это сказать, сумма этих действий, она приведет к тому, что быть российской агентурой будет насколько неудобно и стыдно. Сейчас не стыдно. Сейчас Европе не стыдно, например, стоять в очередях и подпрыгивать от радости от того, что я поддерживаю Путина. И вот когда каждому из российских граждан, выехавших, убежавших в Европу в поиске лучшей жизни, будет стыдно, вот тогда можно будет говорить о том, что Европейский Союз нашел действенные меры для того, чтобы не было грунта для произрастания российской агентуры. Это я говорю, опять же, про чистых россиян. Есть те, кто поддерживают Россию, опять же, граждане этого же Европейского Союза, отравленные российской пропагандой и обманом. Но все равно, вот меня, как это сказать, вдохновляют те темпы, в которых они избавляются от этого обмана, от этого российского влияния. Иван, давайте как раз поговорим о том, как сильно российские агенты проникли на территорию Европейского Союза. В начале мая Норвегии разоблачили российских агентов, которые могли готовить диверсии на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщили в полицейской службе безопасности страны. Российские агенты нацелились на крупнейшую военно-морскую базу Северной Европы, а также на нефтяные, энергетические и газовые объекты в регионе. По словам главы разведслужбы, они собирали данные о норвежской критической инфраструктуре, военных целях и готовых процедурах готовности к чрезвычайным ситуациям. Но, Иван, у меня всегда возникает вопрос. Если Европа, она признает, что эта история есть, эта угроза присутствует, так давайте давать отпор. Каким образом? Ищут, каким образом можно давать отпор этим. Иван, ну каким образом? Конечно же. Ну понимаете, я никогда не могу понять. Я видел, и это была история о Deutsche Welle, до того, как случилось полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, были закрытые слушания в Бундестаге. И там главы спецслужб, внешней разведки, внутренней и так далее, и так далее, говорили о том, что Россия готовится. Были планы, было все. И, соответственно, были угрозы немецкой республики. И я так думаю, ну окей, вы получили информацию, давайте России по зубам, ну давайте... Мы вынуждены понимать то, что Европейский Союз будет двигаться в границах норм и правил, которые в нем действуют. Вряд ли при сегодняшних темпах они готовы будут сначала сделать, а потом подтягивать под то, что сделано, свои нормы и правила. Поэтому, конечно же, защита прежде всего в законодательном поле Европы, каждого гражданина Европы от российской агрессии, это вот то, что стоит на порядке дня сейчас в Европейском Союзе. Мы видим, как они информационно ограничивают. Мы видим, что они понимают важность искусственного интеллекта, важность этих спецопераций в киберпространстве, которые производит Россия. То, что спецслужбы время от времени находят агентуру, конечно же, с этой агентурой они борются. Но, как видим, опять же, те санкции... Иван, ну как это время от времени борется? Ну я не понимаю. Санкции, предусмотренные странами Европейского Союза, они кажутся смешными для украинцев. Нет. Там, где мы понимаем, что враг в Украине уже приводит к ответственности, да, привлекается к ответственности, на него накладываются там многолетние, опять же, сроки тюремного заключения, то в Европе это могут быть какие-то порицания, ограничения в правах, штрафы. То есть они не мыслят категориями того, что эта агентура несет угрозу их личной жизни и, в принципе, перспективе. А почему? Иван, а почему? Поэтому однозначно... Ну, они говорят о том, что это угроза. Ребята, вас будут убивать. Вас будут убивать. Вас будут, я не знаю, создавать разные инциденты, при которых вы будете умирать. И как здесь, типа, бюрократия... Ребята, вам надо бить, бить по зубам Россию. Западный мир будет пробуксовывать, поскольку традиции, опять же, демократии и ощущения чужого горя, да, они у них есть, но они, как видим, всплесками. Они видят какую-то критическую, кризисную картину в Украине. Они готовы на протяжении какого-то короткого, достаточно короткого времени работать в этом направлении, в том числе изменяя свое законодательство с тем, чтобы им, как кажется, каким-то образом уменьшить эту угрозу для своей страны. Но вместе с тем темпы, в которых движется Европейский Союз, на сегодняшний день они очень и очень, конечно же, по нашим меркам недостаточны. Я вам приведу один пример. Сегодня Лой Достин, глава Пентагона, говорит о том, что весь цивилизованный мир, в принципе, который собрался и в формате Рамштайн, и шире этого формата, помог Украине в военной помощи, именно военной помощи на 95 миллиардов долларов. Вот Россия сделала все от нее зависящее для того, чтобы вот эти миллиарды в глазах европейского гражданина и американского гражданина выглядели как что-то большое, что-то очень такое влиятельное, что серьезно ударило по его личным карману. А если мы разделим эти 95 миллиардов на 850 миллионов граждан Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и Великобритании, 850 миллионов, то у нас получится, что за все 27 месяцев украинской войны, полномасштабной украинско-российской войны, каждый гражданин потратил аж целых 111 долларов. А если разделить все это на 27 месяцев, то в один месяц 4 доллара или 1 доллар в неделю. Мы считаем, то есть Россия сделала много для того, чтобы эти цифры выглядели масштабно. Для того, чтобы каждая копейка, выделенная страной Европейского Союза, страной в помощь Украине или в Соединенных Штатах Америки, чтобы она выглядела очень большой суммой. Они сделали многое для того, чтобы эта война воспринималась как война, где нужно сдерживать Россию, а не уничтожить как угрозу российскую, современную угрозу российской путинской империи. Поэтому мы понимаем, что это тоже цена тех российских влияний, которые мы видели на протяжении длительного-длительного времени со времен Советского Союза. И понятно, что нам бы хотелось, чтобы каждый европеец воспринимал эту войну как свою войну. Тогда бы он не один доллар за неделю давал, а он бы готов был, как каждый украинец, вкладывать десятки и сотни и тысячи долларов. То, чтобы победить, в том, чтобы не пустить эту угрозу в свою страну, чтобы кровью своих детей не поить этого российского монстра. Но мы вынуждены понимать, что на сегодняшний день, да, 4 доллара в месяц. Да, 4 доллара в месяц, и мы говорим о том, что эта помощь должна быть увеличена. При том, что мы готовы, опять же, благодарить за ту помощь, которая есть. Но, опять же, мы совершенно честно говорим. А российская пропаганда говорит, что вы платите и так много. У вас бедность в странах. У вас, видите ли, вы там бобров едите и белок едите. Потому что, что делает российская пропаганда? Она совершенно искажает, старается исказить реальный мир. И понятно, что слабые люди этому верят. То же самое касается законодательного поля. Россияне, как видим, очень хорошо себя чувствуют в организациях, которые заняты защитой прав человека. Еще одна вещь. И как только говорится об усилении наказания для российской агентуры, тут же поднимают голову некоторые из организаций российских. Ой, Иван, ой. Я готов с вами сейчас на эту тему общаться где-то, наверное, часа два-три. Абсолютно. Любовь к правам человека. Абсолютно. Хотя мы понимаем, что души российской агентуры там торчат тоже. Абсолютно. Поэтому, конечно, работы еще много для европейских наших друзей и товарищей. Иван, говорю вам спасибо большое. Большое благодарное спасибо вам говорю. Просто очень бы хотелось, чтобы страны Запада понимали эту угрозу. Она недалеко, она очень близко. И не дай божа, чтобы эти самолеты, эти бомбы летали где-то над Парижем. Или там же, знаете, Лиссабоном. От Лиссабона до Владивостока. Вот это было бы хорошо, если вы не понимали. Спасибо вам большое за разговор. Благодарю за то, что присоединились к нашему эфиру. Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Военнослужащий ВСУ был с нами на связи.